Всем привет! Сегодня 11 января, мой день рождения, я заболела. Вот смотрите сколько у меня всяких разных таблеток на столе. Добрый день! У нас сегодня 12 января. Вчера у меня был день рождения, я ничего, к сожалению, не снимала. Почему? Догадайтесь, что в раз я заболела, естественно. У меня тоже ангина, я тоже пью антибиотики. В пятницу вечером я все это начала чувствовать. И я вечером с мужем поехали к доктору, потому что мне уже было очень сильно плохо, у меня болело все тело, я чувствовала, что у меня поднимается температура, болело ужасно горло. У тебя поднималось, но было очень маленько. Да, потому что мы поехали к доктору, и он мне сразу же выписал антибиотики, так он сказал, что у меня уже гнойная ангина. Он у меня взял проверку крови, но она... Ой, проверку крови, проверку, мазок в горло, но она у меня до сих пор лежит в холодильнике, только завтра я ее смогу отвезти в поликлинику нашу. Ну вот так, короче, в принципе, так у меня прошел вчерашний мой день рождения. Я провела целый день в кровати с таблетками, с водой, чай, водой, чай, водой, чай. Вот так вот муж за мной ухаживал, дети за мной ухаживали, все за мной ухаживали. Завтра мальчики уже выходят в школу, так что нужно нам как-то возвращаться в режим, мы очень поздно ложимся и поздно встаем. Но сегодня мы встали вот в 10 часов, это для нас, конечно, поздно. Вот, поэтому как-то нужно... Ну я не знаю, как мы это будем возвращаться в этот режим, но уже, наверное, в течение недели уже все будет нормально, я очень на это надеюсь. Конечно, хорошо, что я начала пить антибиотики, если бы я не поехала вечером к врачу, и, кстати, еще у меня уже не было сил, я не хотела уже, если честно, я заказала очередь, но у меня не было сил вставать, одеваться, куда-то ехать, но муж настоял. Но, естественно, есть подарочки. Это кольцо подарил мне муж вчера с мальчиками, не ездили, сделали мне сюрприз, если честно, я вообще, ну, если честно, не ожидала, потому что все болеют, все, как говорится, это я не ожидала, что они мне купят подарок. Купили мне кольцо, я хотела кольцо, это белое золото, так как у меня все белое золото, у меня цепочка белое золото, мне родители покупали вот это кольцо мое, тоже белое золото, и они мне купили тоже белое золото. Удивили меня, большое им спасибо, и родители подарили мне, сейчас я вам покажу, что. Та-дам, родители покупили мне кофеварку, не кофеварку, а, как она называется, кофемашина, кофемашина. И папа сразу мне купил такой стенд специально для капсул, эти капсулы прилагались уже с машиной, вот это, каждая капсула, это вкус, другой вкус и так далее. Мы тут уже много попили, папа пил, муж пил, классная машина, естественно, я такое мечтала. У меня просто буря эмоций, ну, как бы я сейчас не могу прям так яростно радоваться, потому что у меня нету сил, и папа ее мне привез уже в пятницу, потому что он приезжал там, ему нужно было делать машину. И мама говорила, я как чувствовала, что ты заболеешь в субботу, потому что в пятницу мне уже было плохо, и они привезли, подарили мне подарок. Мы хотели поехать в субботу к родителям, мама там приготовила два торта, но, естественно, мы никуда не поехали, поэтому папа в пятницу мне привез вот это вот, мой подарок. Вот, такая же у наших родителей, поэтому, как бы, в принципе, я знаю, как тут что работает, и, естественно, тут, конечно, она более новая, и здесь есть, как, функции больше с молоком и так далее, вот, которых у папы нету. Ну, а так, в принципе, тот же самый процесс, здесь вода, здесь молоко, я знаю, как это все разбирается, я знаю, как это все моется. Я не знала все книжечки про эту машину, поэтому, как бы, если там вдруг что я забыла или что-то там захочу сделать себе что-то новенькое, чего я не знала, то все эти книжечки, все инструкции у меня остались, я ничего не выбрасывала. Вот так, стоит она пока здесь, но, скорее всего, я поставлю ее сюда, в этот угол, нужно просто отсюда убрать всю эту посуду, потому что для посуды у меня есть место вот здесь, сушилка. И поставлю ее ближе к резетке, может быть, даже так в уголок, но, короче, посмотрю, просто я сейчас немножечко отойду от своей болезни, и потом у меня все будет чуки-пуки, все будет в ажуре. Ну, а пока как-то так, вот, делаю самое необходимое, сейчас достала рыбу, не сейчас, а утром уже достала рыбу. Хочу сделать себе суп здоровья, достала все овощи, которые у меня были в холодильнике. Жарю на маленьком количестве масла, и пускай это мне все варится, хочу сделать себе вот такой вот овощной супчик. Ну, и как же без моего прогноза погоды, у нас сегодня вот такая вот погода, то есть, как говорится, ни рыба, ни мясо, ни дождь, ни солнце, ни тучи, и как, короче, ну, на улице, кстати, тепло. И завтра у нас не будет уже дождя, завтра у нас будет солнышко, и передают просто, у нас будет уже завтрашнего дня весна, 17-18 градусов. Ну, вот в этот период, если честно, я этому очень рада, так как я болею, как бы восстанавливаюсь сейчас, и не только я, и мама у меня тоже переболела, и сестра сейчас тоже болеет сегодня на улицу, на работу не пошла. Вот, а мы сейчас как-то все восстанавливаемся, и хотелось бы, чтобы тоже на улице было хорошо и приятно, а не влажно, мокро, сыро, и там холодно. Вот, и, короче, мы восстанавливаемся, и все переболели, короче, семейно. И тарам, мы вчера убрали елочку, точнее не мы, а муж, и там уже пацаны подошли, помогли папе в конце, и теперь у нас здесь такое пустое место, которое мы в будущем, надеюсь, заставим, то есть не заставим, мы хотим сюда купить стол. Стол, обеденный стол, не очень большой, не очень маленький, я, конечно, хочу, чтобы он, ну, что-то такое было, знаете, красивое, компактное, чтобы вообще-то, ну, не занимало очень много места, но чтобы здесь хорошо, красиво смотрелось, и чтобы мы все могли вчетвером сесть, потому что за этим кухонным столом мы этого сделать не можем. И, не знаю, может быть, куплю что-то круглое, хочу стеклянное, да, хочу стеклянное, или если не стеклянное, то хочу что-то такое под натуральное дерево, так как у нас есть уже натуральное дерево в нашем дизайне, то, или, короче, ну, буду думать, посмотрю уже на месте, что мне больше понравится, или стекло, или дерево, короче, небольшой такой стольчик, хочу, конечно, чтобы, господи, перши дворли, хочу, чтобы он раздвигался, вот, и чтобы, если вдруг там приехала моя сестра, родители, ну, чтобы можно было сесть за всем, за хорошим большим столом, и чтобы все мы вместились. Включили кондиционер, поэтому мне сушат горло, пойду пить воду и делать себе супчик. Вот такие вот у нас сейчас дела, так что я, как бы, сейчас практически ничего не снимаю, потому что плохо себя чувствовала, болела, снимать нечего. Мы уже вторую неделю находимся дома, я надеюсь, что скоро у нас период этот закончится, болячек и так далее. Вот, поэтому вот так вкратце я рассказала о своих подарках, о своем день рождения, как оно прошло. В принципе, оно никак не прошло, потому что родители не приехали, я болела, сестра тоже не приехала, они там тоже все болеют, мы все болеем, короче, все сопливые, но ничего страшного, все будет нормально, и все встретимся, и посидим, и чай, кофе и так далее. Итак, на этом я буду заканчивать свой такой небольшой обзорчик за все эти дни, которые я не снимала. Вот, и желаю всем здоровья, 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 не болейте, лечитесь, я не знаю, делайте какие-то профилактики, ешьте лук с чесноком, вот, и так далее. Следите, короче, за своим здоровьем.